Летняя жара заставляет задуматься о том, чтобы хотя бы на денёк уехать отдохнуть на Чёрное море. Но так ли хорош отдых, как зазывает реклама? Своими впечатлениями поделились Дарья и Варвара, недавно отдыхавшись с детьми в районе побережья Коблева. Где вы отдыхали? В Коблево. Там получается, наверное, Молдавская сторона, как мне сегодня объяснили. Потому что там есть Николаевская, там область, с другой стороны, там более приличная. А это Молосмодавская сторона. Как вы нашли этот отель? Как он, кстати, назывался? Звонили по объявлению Ричард Рикард Палац. Ну, это по интернету, чтобы правильно было. Звонили по объявлению первопопавшейся, объяснили, что замечательный отель, всё хорошо, всё будет у вас прилично. А где объявление нашли, кстати? На столбах развешаны, сорвали. Как раз вот мама с Варей шли, сорвали, как-то вот вечером сели, позвонили. Сразу, моментально мы согласились. Ну, вот, всё нам пообещали, четырёхместные, эконом-класса. Это, в принципе, очень нормальный, хорошенький, уютный. Мы согласились, вот, на два дня, как бы нам было хорошо. Ну, с большим удовольствием мы поехали, мы ещё позвонили. Она мне ещё рассказала, не волнуйтесь, там всё хорошо, всё прилично, всё чистенькое. Так это бендерский посредник, да? Ну, наверное, отвечает. У меня телефон есть, даже с собой. Скажите, что вы увидели, когда приехали? Какой номер телефона? Сначала нахальное отношение. Нас только когда привели, мы спросили. Они ничего не знают, они не слышали, нас не забронировали. То есть, всё. Говорят, ну ладно, как-то мы там уже согласовали, там водитель. Всё, нас отправили на пляж и сказали, после 12 приходите, всё, без вопросов, вас поссорят. 11-12, да. Приходим, там уже другая администратор, которая просто нахально начала нас выгонять, начала нам грубить, но она ничего не знает. Вообще таких номеров нету, ни четырёх мест, никаких. То есть, всё. У нас вызвали охрану? У нас вызвали сразу охрану, чтобы, то есть, мы здесь не поднимали голос, не ругались их. Хотя, в принципе, мы аккуратненько, вежливо разговаривали, потому что, как объяснили этой женщине, мы тоже работаем в такой же сфере, на то, что она просто начала кричать и созывать людей, говоря, там что, как бы, у меня есть свидетели. Перед, пожалуйста, а чем закончилось? Вас поселили? Нас поселили, но это было к пяти часам где-то, и настолько страшный номер. Место двухместного сделали четырёхместный. Нам даже не предложили какие-то номера, хотя мы бы согласились, и с кондиционером, мы бы согласились, нам ничего не предложили. Нас выгнали вообще пинком под зад на улицу вместе с сумками с этой администрацией. Охранник вышел, начал извиняться перед нами и запустил нас не через главное, а через ворота, где машины проезжают. То есть, туда что-то не видели. К сказанному сейчас, то, что сказала Дарья, эта сестра моя, про юродная, приехала я к ним в гости. Могу только одно добавить, что охранник стал извиняться перед нами только после того, когда мы сказали, что мы дадим ему сейчас объявление средствам массовой информации. Он подошёл к администратору, о чём-то там с ней поговорили, и после этого нас запустили со стороны, где получается с чёрного хода. Так мы сидели на жаре полдня, и только к вечеру нас туда засидели в отель. То есть, фактически вы потеряли целый день? Целый день, а заплатили как за целый день. А сколько, кстати, заплатили за этот номер? 250 гривней. Это номер на? Номер на двоих. На двоих. Нам из него сделали четырёхместный номер. А вот как вы оцениваете вообще состояние номера, состояние санузла, отели и в целом? Не, номер никак. Санузла, душ, там полнейшие антисанитарии. Просто полнейшие. Мы там не ходили ни по нужде. Мы там, естественно, не умывались, не чистили зубы, даже ни в коем случае там ополоснулся. Там в бачке слива вообще никакого нет, воды нет в бачке в сливном. А как объясняют это хозяева? А никак никого не было. Мы горничную так и не застали на месте, мы её несколько пытались найти, так мы не застали горничную на месте. Мусор валяется просто при входе, там, четыре этажа, четыре этажа, да, в отеле. На каждом этаже стоит мусорка. Эта мусорка уже сверху. Просто там мусор валяется на полу, там, говорю, и бумаги валяются, и бутылки, и не знаю, что. То есть бычки, ну, просто это невозможно. Какие-то тряпки грязные. Как в целом отдыхающие относились к этому состоянию? На удивление на наше, почему-то все молчали, никто не возмущался, кто отдыхал там уже, на территории отеля. Но очень много было претензий, когда вот при въезде, когда заселялись люди, очень много было претензий, очень много было скандалов. А где вы спали вообще, в номере? Нет. Почему? Стоим мы на улице. На лежаках. Там невозможно было находиться. На шезлонках спали. На жестких, потому что в номере находиться была там вот такая духота, там вот так вот пройти, только полдруга было даже, места не было. В принципе, нам не выдали, не покрывал ничего. У нас были какие-то простыни. Серые цветы. С печатью вот эти, как еще есть, да. Серого цвета. Мы на них, да, и спали. И дети спали. Номер у нас был, получается, служил нам как камера хранения. Там только наши вещи лежали в этом номере. А что этот посредник Аня, как она отреагировала на ваши претензии? А мы с ней не разговаривали. Мы не созванивались. Как-то уже успокоились немножко. Не случилось. Мама с ней созванивалась и говорила ей, что там девочек не заселяет, там у них проблемы. Она обещала нам перезвонить. И она так и не перезвонила. Администратор сказала, больше они с этой Аней работать не будут, потому что так не делается работа. Хотя я сомневаюсь, это будет продолжаться, так же будут заселять людей, обещать им. И нам еще сказали, что отель находится рядом с морем. Рядом? Рядом с морем, прям вот выходишь и море. А там нужно было пилить еще 10 минут до моря. То есть это все обман? Да, все полностью. Вот то, что она говорила, что там четырехместный, там нет. Там двухместный, номера четырехместных вообще нет. Это не обман, это какая-то афера, мошенничество, даже не знаю, как это назвать. Вы отдыхали на море, вам понравилось? Нет, вообще как бы устройство там не фонтан. Там даже некоторые бабушки нас обсуждали и говорили, что вот эти бедные девочки, они не спавшие, они хотят спать. И мы как бы от этого уходили и плавали в бассейне. Но они нас жалели, говорили, что как бы они сейчас успокоятся, там их примет в номер. И мы на это уже не обращали внимания. Очень грязно было, помыться вообще нельзя было. Я не знаю, как люди приезжают, которые на неделю, на две, как они там моются, зубы чистят. Там грязь такая была, то что в тапочках даже нельзя было спокойно пройти. Можно было поскользнуться там, везде мусор валялся. Мне не очень понравилось. А море понравилось? Море хорошее. Берег убирают? Ну, там пробки грязные, штыри все толчат. Если вот ты пойдешь, можно ногу запросто проколоть. Мне не очень понравилось море. Наш совет перед тем, как поехать куда-то отдохнуть, поинтересуйтесь о месте отдыха у тех, кто там побывал. Не доверяйте рекламе. Григорий Воловой, Алена Бухаткина, Днестр ТВ.